Давайте все-таки позволим себе операцию обмен любых двух томов. Вопрос оставим прежним. Теперь я позволю себе разсуять наши возможности. За одну операцию я меняю любые два тома. А вопрос тот же самый. За какое-то имеющее число потов от старого ситуации я могу добраться до естественного порядка. От одного до восьми. Здесь уже нам не очень помогут беспорядки, потому что меняя тома, которые далеко расположены друг от друга, я, конечно, количество беспорядков могу сильно изменить. Какую характеристику вы здесь предложите? Ну и можно начать с алгоритма. Что бы вы делали, если бы от вас хотели алгоритм расстановки томов в порядке возрастания, разрешены обмены любых двух томов. За сколько вы готовы операции от старта до финиша добраться? За восемь. За восемь. Именно в этой, да, ситуации? А как действовать? На первую позицию подставить ничью. Ничью меняемся сусловно на первой позиции. За пять. А вы меньше, да? Ну давайте сейчас по порядку обсудим. Бойку меняемся сусловно. Ну да, почему бы нет? Почему бы нам не пойти дальше и не поменять двойку с семеркой? Если осуществить вот такой обмен, тройка уже на своем месте, но только не будем ее строгать, да? Четверка. То есть алгоритм выглядит так. На каждой очередной операции у нас есть кусок начальный, на котором тома уже в свое, каждый на своем месте. И мы очередной том, на этой операции четвертый том, ставим на свое место. Обмениваем, ну с кем уж там придется. Так, ну и после этого, кажется, пришли к естественному порядку. То есть для любой начальной ситуации, сколько операций вам достаточно? Не только для этой конкретной. Здесь обошли раз, два, три, четыре даже операции, да, кажется? Для любой начальной ситуации, то есть вот этот простой алгоритм, за первую операцию, первый том, приводим в порядок, да? Он у нас попадет на совместность за вторую операцию. И второй, n-1 операция, n-1, а n-1, наверное, уже не надо будет трогать, он уже остается, да, самым правым. Поэтому n-1 операция. Здесь есть несколько таких изящных рассуждений, которые дают оценки на количество операций, оценки сильных. Почему нельзя за сильно малым операций от старта дойти до финиша? Ну, может быть, какое-то будет соображение у кого-нибудь. Вот почему совсем за две операции нельзя от старта прийти в финиш? Ну, обычно говорят люди, что это за одну операцию, но тут получается какое дело? Не более чем двух, две книги встают на свое место, правильно? Просто мы задействуем ровно две книги в одной операции. Значит, правда у нас в этой конкретно стартовой ситуации тройка уже на своем месте, да? С ней точно уже ничего не надо делать, ну, хотя кто его знает, да? Не будем заранее говорить, но хорошо. Но из остальных семи томов ни один не стоит на своем месте. За одну операцию мы имеем дело с двумя томов. Значит, мы можем не более двух томов поставить на их нужные места. Так получается? Или у вас более сильное утверждение? Это да, конечно, мы не можем больше двух. Если вы лучше ставите E1 или 2, потому что, ну, там, абсолютно, ну, для лица это как-то неправильно. Ну, это уже сложно для оценочных рассуждений, это уже очень сложно сказать, что там более выгодно, что менее выгодно. Это уже мало ли, может быть, мы на первых шагах алгоритма что-нибудь там будем какую-нибудь предварительную подготовку ввести, да, а потом мы... Ну, по крайней мере, вот такое начальное соображение с количеством счетчиков, количеством томов, которые стоят не на своем месте. Изначально таких томов 7, и наш счетчик меняется не более чем на 2. с таким хорошим образом, контролируемым образом за один ход, не более двух томов выставляются на свои места. Конечно, итоги все должны быть на свои места, но вроде как вот оценка, которая даже счастливым образом нашей задачи превращается в точную оценку. Ну, давайте посмотрим другую начальную ситуацию, в которой на первом месте 8-й том, а все остальные вот так вот свинуты по циклу. Здесь наш алгоритм, давайте попробуем его провести, который коротко формулируется, ставь первый по номеру том, который еще не на своем месте, на свое место, да, он приведет к следующему. Первый шаг. Ну, вот наша начальная ситуация. Первый шаг. Поставили единичку на месте. Второй шаг. Поставили двойку на свое место. Сколько таких шагов? Уже видно, что происходит 7 шагов. Восьмерка просто уходит у нас шаг за шагом вправо. И так далее. Лишь за 7 шагов. В этом примере наш алгоритм сработает только за N-1 шаг. За 7 шагов мы придем к успеху. Конечно, это не гарантия, еще ничего не доказано. Там, может быть, есть какой-то более хитрый алгоритм, который приведет к успеху ранее. К сожалению, количество домов, стоящих не на своем месте, вот эта характеристика, опять нам даст оценку не очень большую. До 7 точно не дотянет. Изначально 8 домов, ни один не на своем месте. За 1 операцию 2 дома в принципе могут прийти в порядок. Итого? Ну, в общем, все, когда приходят только один, могут быть в порядок. Да, но почему? Может быть, мы... Как с этим разобраться? Оказывается, есть более тонкое рассуждение. Вот посмотрим не просто в то, в порядок или нет, а вправо-влево. Посмотрим на движение вправо-влево. Ведь, смотрите, большинство домов в такой расстановке должны в итоге сдвинуться влево. Правильно? А что происходит за 1 операцию обмена 2 домов? 1 дом идет вправо, а 1 дом идет влево. В результате, если мы провели на k операции, по сравнению с начальным положением, сколько домов могло уйти у нас влево? Сколько домов могли изменить, иначе говоря, свой номер, на отрицательную величину уйти влево? И как не более k домов, да? Произошло 3 операции, скажем, не более 3 домов сдвинулись влево по сравнению со своим начальным положением. И вот это соображение уже дает точную оценку для данной конкретной стартовой ситуации. Понятное решение? Вначале. Здесь счетчиком выступает, давайте подумаем, что, количество томов, которым требуется сдвинуться влево, ну, на какое-то количество томов, влево, чтобы достичь финальной ситуации. Вначале этот счетчик равен 7, вот они, тома, которым предстоит сдвинуться влево. Ну, в конце мы равен 0. Наше обычное любимое рассуждение. Вначале счетчик 7, конечный 0, за одну операцию счетчик не более чем на единичном. Если вы попробуете вот эту удивительную задачу, здесь можно очень долго нащупывать истинный счетчик. И вот мы нащупали его, количество томов, которым предстоит сдвинуться влево. Но на этом все не заканчивается. Есть ситуации, для которых этот счетчик не дает точной оценки. Оказывается, есть начальные ситуации, для которых этот счетчик не есть точная оценка. Субтитры создавал DimaTorzok